Итак, ребят, смотрите, мы с вами много чего уже написали, что касается там постов, пользователей обновления, добавления, формы, да, все это класс. Но теперь нам надо двигаться дальше. Вот смотрите, что происходит. Сейчас будет код немножко сложнее, но я постараюсь, чтобы вы не запутались. Смотрите, мы с вами написали создание поста, ну, обновление, удаление и так далее. Теперь, если мы посмотрим, то нам надо лайки. Вот ставлю, да, нам надо лайки и по сути дела нам понадобится уведомление, да. Да, допустим, кто там лайкнул, кто сохранил и так далее. То есть, еще две вещи сейчас, по крайней мере, на данный момент. Потому что я хочу, чтобы для вас вот этот код был понятный. Посему логично, что будет сделать сейчас. Логично будет сейчас создать два приложения новых. То есть, уведомления Notification и Users. Обратите внимание, я хотел бы вас обратить внимание. Вот я открыл модель нашего блога, да, который мы ранее писали. И что касается автора, да, User, то мы брали здесь модель юзера, которая встроена в Django. Это очень удобно. А приложение Users, которое мы напишем, мы на него будем цеплять только события. Например, там лайки, фолловинг, то есть следить, кто там сохраняет и так далее. То есть, это нам дает очень хороший шанс. Почему? Потому что я помню, лет 6-7 назад, немножко была другая стратегия. Она сразу была запутанная. Все старались, допустим, там пишут, там блог, чат, там какой-то сайт. И старались сначала создать модель пользователя, а потом везде ее пхали, грубо говоря. И получалось всегда не туды и не сюды. А так получается очень классная вещь. То есть, по сути дела, вот смотрите, сколько мы блога написали. Но мы не прибегали к каким-то там вещам. Почему? Потому что в плане то, что касается юзера, мы использовали встроенную модель. То есть, я хотел бы, чтобы вы поняли вот сейчас вот эту вот фишку, что она очень удобна. То есть, сейчас мы с вами ставим себе задачи. Задача номер один. Ближайшие, да? Задача номер один. Создать app notification. То есть, уведомления. И создать app users, пользователей. Еще раз говорю, что пользователей, саму модель мы будем использовать в любом случае встроенную модель в Django. Да? Основную. И это будет во всех приложениях. А на саму модель users, которую мы напишем, мы будем цеплять только события. То, что удобно. То есть, в Django, допустим, нету того же там фолловинга, нету там друзей, кто с кем дружит. Это надо дописывать. Поэтому вот только для этого мы напишем нашу модель. Значит, нам надо создать два сейчас приложения и создать по минимуму две модели, чтобы не запутаться с кодом. Это нам даст возможность уже полностью дописать функционал блога. Чтобы тут были и пользователи, были уведомления, были лайки. То есть, то, что у нас надо на данный момент, чтобы она была полноценной. Дальше уже можно развивать как хочешь. А потом уже можно браться, прописывать, будем там смотреть по ходу расширенной возможности юзеров. Я сейчас не буду далеко в это залазить. Просто скажу, там уже будем писать фолловинг. Там уже смотреть, как юзеры, там, друзей будем писать и так далее. Сейчас об этом не думаем. Сейчас вот есть такая вот задача. То есть, поняли ближайшую задачу. Теперь я бы хотел сейчас еще остановиться на такой вещи. Со следующего урока начнем писать. Обратите внимание, ребят, я начал еще школу блокчейн. Она находится по адресу dapp.spb-tut.ru dapp, ну понятно, что по названию понятно. dapp, то есть децентрализованные приложения. Я сейчас не буду про этот сайт рассказывать. Я в этом видео, под видео дам ссылку. Ваша задача сейчас посмотреть три первых видео. Вот здесь будет ссылка. Здесь вы сделаете первый код на языке Solidity. Второе. Инструменты, чтобы поймете, что, как соединить Python с Solidity. Видите, я там показывал, и увидите, при чем здесь Django. И третье видео посмотрите, да. То есть, эти три видео вам дадут направление. По сути дела, вы сможете просто расширить свои возможности в Python. Теперь при чем здесь Django. Ребят, так вот, допустим, пример. Берем пример и смотрим. На Django вы тоже сможете сделать сайты по технологии блокчейн. Без проблем. То есть, мы видим абсолютно обычную модель, которую мы с вами уже в курсах умеем писать. Мы видим представление, да. Это я все рассказывал в тех видео, посмотрите. Единственное, что здесь начинают, что принимать участие? Токены, да. То есть, если внимательно присмотреться к приложению, то мы видим здесь код на Solidity с расширением Sol, да. И уже мы используем при написании приложений код на Solidity. Да, это я пример открыл хлопца какого-то. И единственное, что здесь идет в данном случае ссылка на сам подключение к блокчейн. Она идет в данном случае тестовая, но тут же может ввести ссылка и на реальный, допустим, эфир, да, эфир. И все это происходит через Web3. Вот здесь бы я хотел, чтобы вы понимали очень простые вещи, которые, возможно, кто-то говорит, ой, надо, не надо. Я вам хочу ответить на один вопрос. Почему я взял более сложный проект, допустим, в социальную сеть? Ну, здесь дело не в социальной сети, вот мы на Джанго пишем. По одной простой причине, более простой сайт вы и так сделаете. Но любой сайт, который бы сейчас современный вы не делали, вам все равно понадобится какая-то вещь коммуникации. Где-то надо будет вам только лайки. Никто же не говорит, что дело там функционал полной социальной сети. Нет. Где-то лайки надо, но вроде надо. Где-то надо, чтобы были уведомления. Но самое главное, что это даст возможность писать. Но это не главное. Главное то, что ранее вы, кто смотрел мои уроки по Джанго, понимаете, что мы работаем в основном с документацией. То есть натаскиваемся именно, я вас натаскиваю, чтобы вы стали настоящими программистами. То есть работа с документацией. Не постоянно мы делаем это, да? Для чего это дело? Чтобы вы начали четко понимать Джанго. Потом вы можете просто-напросто расширить свои знания. То есть изучаем мы на самом деле блокчейн как рукав, да? Почему? Здесь также будет участвовать Python, что вам даст возможность расширить возможность Python. Ну и изучим еще один язык солидность, да? Здесь все не так просто. Когда я вот эти три видео рассказывал, я показал, сколько надо вещей знать. То есть как построить децентрализованное приложение. И опять же, тоже тестирование контракта мы будем делать, скорее всего, как я сказал, на Python, на специальных Python библиотеках. В общем, все посмотрите. Конечно, ребят, эти проекты каким-то образом связаны. Потому что, допустим, захотели мы написать децентрализованное приложение. При этом мы не толком пыркаемся в Джанго, а еще добавляем блокчейн. Ну что будет? Мишанина. Почему? А когда у нас есть понимание, как пишется вообще приложение на Джанго, то, в принципе, изучить технологию блокчейн, и когда мы знаем Python, то особого труда нет. Но не надо говорить, что это очень просто. Это не просто. Почему? Потому что здесь есть свои законы, свои моменты, очень много мелочей. И будет правильно, вот я дам еще ссылку на одну статью, в принципе, я рекомендовал это участникам школы, скорее всего. Где это я рекомендал? А вот дам. Ребятам дам рекомендации, как поступить, изучать или не изучать солидите, да, для школы. Да здесь, прочитав вот эту статью, вывод довольно простой. Просто я ранее когда-то давал Kotlin, да, и тоже ребята занимались Python, и вот только начинался Kotlin. Все эти ребята, их было немного тогда, человек 20, вот это подхватило, да. Потом уже начали люди приходить там через время, через полгода, но они были в разных, как бы, условиях. Смотрите, когда вы просто, допустим, занимаете Django, вы уделяете ему время. А в данном случае начинает, только школа вот началась, начинают выходить уроки по блокчейн. Понятно, их немного. Вы вышел урок, посмотрели, сделали, вернулись в Django. Вышел урок, посмотрели, сделали. Конечно же, таким образом вы стабильно изучите и эту тематику, направление, это будет интересно. Так вот, те ребята с Kotlin все надели писать на нескольких языках. Да я показывал, кстати, похоже, Игорь Ильисицын, дам тоже эту ссылку, если захотите посмотреть. Есть еще группа у меня в ВКонтакте, да, я мало ей занимаюсь, то есть занимаюсь много, но мало рекламирую. Все, руки не доходят, а я сюда добавляю. Вот здесь я дам еще третью ссылку, как становятся программистами. То есть поймете, что человек, в принципе, пишет на Python, на Kotlin, но каждый находит что-то свое. Возможно, вы себя найдете также в блокчейне. Вот я дам ссылку на эту статью, как становятся программистами. Просто посмотрите, и вот я вижу, что это уже программист, да, Игорь Ильисицын. То есть пишет, он, ну, он ушел вообще, пришел изучать Django, ушел в Android, пишет на Kotlin, а, между прочим, взял и написал там программу на Python. Вот это и есть нормально, да, могу писать на любом языке, в принципе, что есть класс. Ладненько, теперь бы я хотел закончить тем, чтобы вы осознали такую вещь. Просто, вот подумайте, было Web1, да, 2000-е годы до этого, то есть называлось, когда начали создавать люди страницы, в основном там просто страницы, потом придумали там PHP, который сегодня уже практически, да, много еще есть сайтов, никто не хочет их переписывать, поэтому где-то будет жить. Но, по сути дела, для задач современности, пусть меня кто-то ругает, нет, он совершенно не подходит. По одной простой причине, надо более мощные языки, да, то есть много очень надо высчитывать. Потом придумали, что Web2, да, Web2, это тот момент, когда родились социальные сети и началась вот коммуникация. В принципе, вот то, что мы сейчас пишем там на Jungle, это и есть Web2. Но уже родился формат Web3, это формат сегодня уже в ходу, это формат будущего, это де-централизованные приложения, то есть с подключением блокчейн. При этом нам нужны знания Web1, Web2, Web3, да, для использования. Почему я вам не рассказал о блокчейн, то есть агитировать не буду. Агитировал я именно, в принципе, больше участников школы. Почему? Потому что я просто понимаю, что выгоднее, допустим, изучать Jungle, купить сейчас тот же блокчейн и потихоньку делать уроки. Школа будет развиваться. И, ребята, это же не первая школа. Это не первая школа. Есть у меня сайт, как тут раскладывалась ситуация. В 2018 году я начал блокчейн. Вы знаете, тогда я поступил неправильно. Неправильно почему? Потому что я взял очень узкое направление. Мобильные и блокчейн. И, по сути дела, сделал определенное количество уроков и понял, что немножко не то. Нету проекта того будущего, которое хотелось. Тогда, на тот момент, я решил все-таки несколько лет понаблюдать и подумать, стоит ли мне делать школу, стоит ли въезжать в этот блокчейн уже серьезно. И, что я начал делать, я начал потихонечку писать эти приложения. По-тиху, по-малу. И вот так вот улетело целых 4 года. И уже в январе, в декабре 2021 года, это уже с 18, 19, 20, 21, прошло 3 года. Я уже четко знал, что блокчейн я буду заниматься. Уже 100%. Поэтому на этом проекте я написал тогда, что он заморожен, а основной проект на ДА, да, сейчас. Тогда у меня не было такого понимания, не было такого опыта, как сейчас. Не было столько, конечно, и библиотек, как сейчас. Поэтому на тот момент, на 18-й год, и так я считаю, что я молодец, что я хотя бы попытался это сделать. Но потом уже вот эти вот несколько лет я постоянно что-то делал в этом блокчейн. И, в конце концов, у меня все собралось в голове. Вот то, что я сказал, посмотрите видео, вот эти три. Вы поймете, вот в чем будет смысл школы, чтобы написать децентрализованное приложение полноценное. Я много читал. Я много написал кода. Я разобрался и в солидности, и в других языках, то есть сейчас, и в тестировании блокчейн, и в создании вот этих сетей, и веб-3, и многое чего. Вы знаете, что вот до меня вот доперло, да? Вот бывают такие ситуации, когда читаешь, да, вот плюсы то, 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 то. Да, вроде понятно. Но это понятно чьими-то словами. Но это не твое, да? Пока это не воспроизведено. То есть не подкреплено опытом, да? Не подкреплено опытом и не рождено из опыта. И вот фраза, которую я сейчас скажу, я не буду говорить там, что там вот это будущее и все, вот другого нет. То, что за веб-3 будет определенно, определенно оно будет занимать и развиваться, это 100%. Почему? Потому что эти приложения, они имеют право на жизнь однозначно. Они удобнее, они надежны, они дают полную информацию. Но, ребят, вот когда все это пробилось, да, я понял, что одну такую вещь. Сам по себе блокчейн, его не надо монетизировать. Он уже в принципе имеет изнутри себя саму монетизацию, да? Почему? Потому что мы можем делать просто распределенные приложения, а мы можем делать те же там приложения для сбора голосов, привлекая валюту, которую либо мы сами создали из того же, допустим, эфира, там же можно самому создать валюту и добавить ее, да? То есть там не надо ничего выдумывать, там уже все готово. То есть блокчейн подразумевает, что монетизация уже внутри. То есть нам не надо так, нам надо всего лишь идея. И я в этих видео как раз рассказал, вот для чего используется блокчейн. И вы поймете, что там очень широкий спектр. Вот говорил, видите, и получается вас обманул, что в чем? Что я не буду убеждать. Ну, наверное, я такой человек, что мне хочется вот рассказать. Я просто, понимаете, когда вот эти три года прошли, да? Вот с того момента, когда я занялся первым кодом в блокчейн, и потом несколько лет просто писал код. И вот теперь я понял одно, что в дополнение к Django Python я буду спокойно делать школу блокчейн. шаг за шагом, просто развиваться. Потому что есть хорошая мысль какая, что ведь что важно? Важно двигаться. Одни быстрее, другие медленно. Важно двигаться. Почему, посмотрев три видео, вы поймете, это вам интересно или нет. И вы просто можете потихонечку двигаться и в направлении блокчейн. Что, по сути дела, просто-напросто расширит ваши Python знания, изучите новые языки, научитесь делать децентрализованные приложения. Когда вы их научитесь делать вот сейчас с Python, да? То потом можно писать и на JavaScript, и на чем угодно, на любом языке, по сути дела. Здесь важно понять суть. Поэтому суть этого проекта – научить делать децентрализованные приложения. То есть это написание смарт-контрактов, это тестирование смарт-контрактов, это соединение с каким-то другим приложением. Ведь надо же использовать либо на сайте, либо в мобильном приложении. В любом случае вам нужен какой-то нормальный язык. То есть то, что предлагает сегодня просто солидность, да, и делать децентрализованные приложения на солидности, и все там на их базе, то там очень слабое. Понимаете? Одно дело мы берем тот же Django framework, который сам по себе уже имеет мощь, да, и надежность, и вставляем туда просто, добавляем блокчейн. Или берем там тот же Android, где есть хороший платформы, и тоже добавляем туда блокчейн. И так далее, и так далее. Понимаете разницу, да? То есть мы делаем полноценное приложение в формате Web2, но добавляем туда формат Web3. Получается, по сути дела, сам на выходе Web3. Поняли? Это уже сами. Ну, а мы с вами продолжим то, что решили. Все тогда. Продолжение следует... Продолжение следует...